За последние полторы-две недели в Destiny ничего нового не произошло, но зато за её кулисами развернулись настоящие страсти. Сливы о триквеле, сливы о грядущем сезоне, новости об уходе сотрудников, отказ от PvP-режимов, в общем, жара-жаришка. Давайте я расскажу вам о самом интересном, важном, а вы пишите в комментариях, что думаете. Меня, кстати, зовут Джонни Лейни, и я, как всегда, рад, что ты смотришь новое видео на канале Triple Vibe. Начнём с самого жирного слива. Информация о третьей части игры, которой поделился анонимный инсайдер с 4chan. А как мы знаем, Forge самый авторитетный источник, угу. Инфы он слил, ой, как немало. Всё зачитывать я не буду, это есть у нас в группе, возьми и прочти, не поленись, чё ты как этот-то, ну? Но самые ключевые моменты, которые не оставят любого зрителя равнодушным, звучат так. Выход игры назначен на осень 2020 года. Нас ждёт встреча с тьмой, её представят межпространственные существа, известные под названием Вейл. Сюжет игры будет развиваться вокруг второго коллапса, о котором нас уже предупреждал Скиталец, Калус и на который намекала королева Сов. Те самые Вейл хотят использовать наш свет, чтобы воскресить некого Formless One, первородное полубожество тёмной силы, которой служит, например, Улей. Также в информации сообщается, что Кабал и Падшие перестанут быть врагами человечества и станут союзниками города. И это вполне интересно звучит, и даже в какой-то степени логично. Падшие они же Эликсни, некогда посещённая нашим странникам раса, которой он дал мощный толчок к развитию, но потом покинул, могут поделиться с нами важными знаниями о нашем круглом друге. Ну а Кабал уже в каком-то смысле шли с нами на диалог на рейде Левиафан, да и к тому же самые ранние концепты первой Дестани давно уже предполагали появление вендора Кабал. Ещё обещают два рейда на старте. Первый рейд будет проходить в Hollow Spire, где игрокам предстоит одолеть Formless One в сердце бездны. Рейд этот рассчитан на 12 игроков. На 12! Знаю, это мощно. И именно факт того, что звучит это уж слишком грандиозно, уже заставляет усомниться в правдивости этого слуха. Большинству игроков команду из шести-то стражей собрать на рейд тяжело, а тут вообще в два раза больше. Не верю я в это лично сам. Всё это звучит очень и очень интересно, правда? Но поверьте, это далеко не всё. Остальные сливы можно прочесть у нас в группе, ссылка на статью будет в описании. И ещё раз, слив от неизвестного источника. Верить или нет, ваше дело, но на Hype Train не запрыгивайте раньше времени, чтобы не завышать ожидания. К тому же, среди источников, которые сливают вот это вот всё вкусное, разворачивается тоже настоящая борьба. То, что я перечислил, слил неизвестный источник. Однако сообщество Destiny знает имя, которому можно доверять. Некий Анон Зе Найн. Он неоднократно сливал инфу, которая впоследствии стопроцентно подтверждалась. Он, например, говорил о добавлении новых суперов в Форсейкене. Из-за чего к нему даже обратились представители студии Банжи и попросили больше не крысить инфу. Он послушался и больше ничего не сливал, на реддите его не видели. Однако, на форумах появился другой игрок, Shadow of the Nine, который тоже явно знает больше положенного. И, возможно, Анон просто сливает инфу через него. Ну так к чему вся эта Санта-Барбара? Shadow прокомментировал на днях эти утечки. Следуя его словам, Анон Зе Найн не подтверждал следующую информацию. Рейд на 12 человек, геймплей фракционных войн, важность императора Калуса в сюжете Destiny 3. Он не обещал союз Кабал и Падшими и расу Афилианов. То есть, с большой долей вероятности, эти пункты сливов могут оказаться ложью. А вот следующие пункты Анон Зе Найн готов был подтвердить до своего ухода с форума Reddit. Тут нам и обещанный новый годовой абонемент на третий год Destiny 2. И появление новой локации Европы, спутника и старого Чикаго. И появление способности Тьмы у Стражей, долгожданной. Разработчики будут стремиться вернуть хардкор аудиторию. В общем, куча всего. И вот это Анон Зе Найн подтвердил. Эти заявления выглядят уже более сухими, конкретными что ли. Без громких обещаний рейдов на целый отряд и так далее. Так что, если не верить, то прислушаться к этому точно стоит. Shadow of the Nine также поделился инфой и о куда более близком к нам контенте. О том, что нас ждет в следующем сезоне. Полутьма. Как было ясно еще из трейлера абонемента, нам предстоит вернуться на Левиафан, чтобы узнать источник силы Калуса. Но самое интересное, что нам планируют затизерить существ Тьмы. Ту самую расу Вейл, о которых говорилось в утечках о Destiny 3. Возможно, это будет короткое появление в геймплее. Но мне кажется, что Вейл покажут в виде какого-нибудь флэшбека из рассказов Императора Калуса в красивом синематике. Которые Банжи стали все чаще добавлять в игру для завязки важнейших сюжетных моментов. Какое же дополнение и без очередного старого нового экзотического револьвера. Анон сообщает о возвращении Хок Мун из первой части. Потенциальном появлении револьвера Роуз, который принадлежал Резилу Азир. И внезапно, якобы, планируется возвращение меча Дарк Дринкер из первой части. Кстати, лол, я его первый так и не выбил. Сообщил он и о появлении эндгейм-активности под названием Драгон Слэйр. Драконоборец, наверное. Она будет чем-то напоминать Тюрьму Старейшин, Эскалационный Протокол, вот это вот все. И, предположительно, располагаться будет в залах Левиафана. Делайте ставки в комментариях, что из перечисленного окажется правдой, а что нет. Теперь о еще одной новости, слухе, который и вправду взбудоражил большую часть игроков, и от которой мне, по правде говоря, смешно. В недавнем выпуске самого популярного подкаста о Destiny Fire Team Chat журналисты IGN поделились рядом слухов о третьей части Destiny. Обсудили частично то, что я озвучил ранее, а также произнесли страшные прогнозы о том, что банджи хотят отказаться от режима Гарнила. Вместо сессионных матчей якобы рассматривается возможность неких PvP-Ve зон, в которых игроки будут биться за лут не только с мобами, но и друг с другом. Аналогия с темными зонами из The Division напрашивается сама собой, однако эту задумку больше ассоциируют с PlanetSide. Откуда такие смелые заявления? Всё из-за ухода из студии двух ключевых разработчиков Песочницы Гарнила. Джоша Хэмрика и Джона Вишневски. Последний, кстати, проработал в Банже 12 лет жизни. Я знаю, некоторые из вас радостно захлопали в ладошки, ведь в Гарнила ходить кое-кто из вас не любит. Но представьте хоть на минуту, какая река говна и грязи польётся на третью часть, если в ней не окажется PvP. Старт первой и старт второй части были весьма неоднозначными и намеренно кастрировать третью часть на старте? Сомневаюсь. Да, Destiny больше PvE ориентированная игра, но PvP сообщества составляет половину от общего числа играющих. Я знаю многих игроков, которые будут удивляться какому-нибудь боссфайту в налёте, но при том, в памяти навсегда они получили прям за несколько дней, раз-два. Я и сам всегда относился к Гарнилу как к своему главному эндгейму. Мне нравится залететь в плейлист быстрых игр в тот момент, когда весь PvE-контент игры пройден вдоль и поперёк. Да и в общем даже, как можно поверить в то, что люди, создавшие один из эталонных сетевых шутеров, серию Halo, могут навсегда отрезать этот пласт в своей главной игре на данный момент? На 99% уверен, что это жирнющий вброс. Хотя вопросы к Гарнилу остаются огромные. От команды, которая им занимается, ничего не слышно. Уже месяцев 6. Ни новых карт, ни ребаланса, ничего. Правда, пока я готовил этот ролик, банджи запускали стрим, на котором вскользь коснулись темы PvP-арен. Дидж, комьюнити-менеджер студии, сообщил, что команда разработчиков упорно работает над эволюцией Гарнила. Надеемся, верим. И держим руку на пульсе. Чует жопа стража, что в ближайшее время новостей будет все больше и больше. Так что, чтобы не пропустить, ты бы подписался на канал, будешь в курсе всех событий. А, и еще важное объявление для моих зрителей. Благодаря невероятно теплому приему нашего видео с лор историей о скитальце, мы запускаем в производство продолжение серии. Спойлерить я не хочу. Никаких тизеров, ничего давать не буду. Но я бы очень хотел, чтобы новое видео вышло еще круче первого. Для этого нужна ваша помощь. Мы ищем голоса. Голоса для озвучки. Нам нужны стражи-мальчики, стражи-девочки с высокими голосами, низкими, хриплыми, чистыми, какими угодно. Если ты хочешь принять участие в создании нового видео на канале и готов подарить свой голос какому-то из персонажей, присылай запись голоса на почтовый адрес, который отображается у тебя на экране, в теме письма укажи «Хочу озвучивать видео» и прикрепи файл с аудиодорожкой, на которой зачитай, например, какой-нибудь фрагмент лора или любимой книги. Не забудь также указать ссылку на свою страничку ВКонтакте для удобной обратной связи. И если ты нам подойдешь, я непременно свяжусь с тобой и мы создадим крутой видос вместе. На этом точно все. Спасибо за просмотр, страж. До связи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok